МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предпраздничные хлопоты для россиян омрачаются несоответствием доходов и желаниям. В результате, согласно соцопросам, почти каждый десятый москвич будет праздновать Новый год в кредит. Насколько разумно такое поведение? Еще немного статистики. 16% наших сограждан считают своим самым безрассудным поступком в уходящем году взятие необдуманного кредита. А в Госдуме планируют ужесточить требования к рекламе потреб кредитов, как раз чтобы предотвращать спонтанные покупки на займы. Почему люди все понимают, сами называют такое поведение безрассудным, но все равно пытаются жить непосредством? Будем разбираться прямо сейчас, но сначала давайте объявим. Сначала хотим спросить вас, задать вам вопрос. Жалели вы когда-либо о взятом кредите? Напишите нам на наш смс-портал «да» или «нет». В конце обсуждения этой темы подведем итоги. Ну а сейчас мы приветствуем в нашей студии Алексея Родина, экономиста, финансового советника. Алексей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. И давайте вместе посмотрим небольшой сюжет от наших корреспондентов, которые спрашивали на улицах российских городов, вот был ли у вас кредит, о котором вы пожалели. И вот что им ответили. Мы потратились, я думаю, что зря, когда купили мебель, она оказалась бракованной. В итоге и по процентам нам сказали, извините, заводской брак, решайте вопросы там. Ну, пришлось побегать и очень довольны-таки. Да, да, лучше накопить и чтобы, как бы, внимательно документы еще почитать. Это был мотоцикл. Это было очень давно, и это был единственный кредит, который я взял в жизни. Просто чувствую себя неуютно из-за того, что обязанность вот эта появляется перед кем-то. То есть обязательство вот это вот гнетет все-таки внутри. Я не брал кредит, но мой друг брал на айфон. Но впоследствии его, ну, быстро разбил. То есть, ну, буквально просто так брал кредит. Нет, я всегда беру и всегда плачу. То есть, я сама юрист, поэтому я знаю, что ответственность и какие бывают пении. А вот знакомые взяли и не смогли выплатить. Поэтому мы даже их банкротили. Пожалел вообще, что взял его. Отдаешь же потом свои деньги. А тратишь их. В основном на... Не на то, что нужно. Работаю в бюджетной организации. Обычно денег не хватает. Поэтому берешь либо на... Ну, не на продукты, конечно, имеется в виду. На технику бытовую. В основном. В последнее время вообще берешь. Чтобы съездить куда-то, отдохнуть. Можно вообще, конечно, на ней брать и жить. Ну, безо всего, как говорится. Я брала кредит на телефон. Я успешно закрыла кредитку. Потом она лежала у меня на всякий случай. В итоге сейчас ей пользуюсь. И такое чувство, что, ну, это не очень финансово. Грамотно пользоваться деньгами, которые тебе не принадлежат сторонними. И теперь каждый месяц просто живешь на то, чтобы ее закрыть. Потом ей обратно пользуешься, потому что денег уже нет. И в такую кабалу попадаешь. Ну, вот такие ответы мы услышали на улице городов. Алексей Леонидович, ну, вообще, кредитование, кредиты называют кровью рыночной экономики. Вот такое есть громкое определение. В конце концов, банки на этом зарабатывают. Деньги крутятся. Экономика растет. Ну, может быть, тогда кредиты, о которых вот говорили наши телезрители, в том числе, это вполне нормально. Жить там с кредитной карточкой. И каждый месяц работать на то, чтобы ее закрыть. А потом снова ее пользуются и снова работать на то, чтобы ее закрыть. Вы правильно подметили, что кредиты действительно это кровь экономики. Вообще, все, что производится, производится каким-то образом в кредит. Либо кредит берет производитель, либо кредит берет поставщик, перекупщик и так далее. Либо, в конечном итоге, кредит берет потребитель для того, чтобы купить товар. Но здесь вопрос в том, что кредит-то хорошо, если все продумано. Если без кредита, если кредит хороший в плане того, что нормальные проценты по нему подходят тебе. Если ты можешь отдать. Если тебе сейчас товар нужен, и ты не можешь дать по какой-то причине. Например, ипотека. Если ипотека берется под хороший процент, то вполне это оправдано. Но если человек не продумал заранее свою жизнь, если просто финансовый план не составил, это банально. И не подумал, что ему нужны будут деньги на отпуск, например. И берет кредит, вот здесь уже ненормально. Значит, он неправильно спланировал. Ну вот вы сказали, что у нас кредит это кровь экономики. И у нас какая-то очень кровавая экономика получается. Потому что у нас столько закредитованных, столько невыплаченных долгов, невыплаченных процентов, что уже и Госдума хочет ужесточить требования, в частности, к рекламе потребительских кредитов. И вообще много всяких ограничений. И процент по ставкам для кредитов и ключевая ставка постоянно растет. Что люди не могут себе позволить ни ипотеку, как вы сказали, не просто кредит. Но вопрос, сколько ждать, сколько нам осталось всем. Вот с этим как быть. Но ведь мы с чего начали, что люди даже на Новый год берут кредиты, чтобы отметить Новый год, купить подарки близким. Как себя остановить, что ли? Как вот понять, что тебе нужно, а что не нужно? Наверное, на Новый год. И это не один процент, это 11%. Ну знаете, вот есть большая проблема. С одной стороны, я вам честно скажу, мы достаточно финансово грамотные, наше общество. Мы привыкли себя всегда ругать. Но тем не менее, если мы посмотрим общую финансовую грамотность в России, условно где-то в Европе, то мы достаточно финансово грамотные. Алексей Леонидович, вот сразу уточню, потому что у меня не укладывается в голове празднование Нового года в кредит, а со финансово грамотным населением. Потому что это не необходимость. Можно в конце концов не отпраздновать, но не взять кредит. А люди ради того, чтобы отпраздновать, ну это, извините, тут у меня какой-то тупик логичный. Согласен, согласен. Мы финансово грамотные, но у нас еще пока нет финансовой компетенции. Грамотность – это знание. Мы все знаем. Мы знаем, что не надо брать кредит. Но навыков не брать кредит, не заранее продумать. У нас так нет. Вы правильно говорите? Да, хочется отпраздновать. И человек думает, а ладно, разок-то можно? Пошел, взял. Потом, ай, ладно, еще разочек, это же не считается. Пошел, пошел, взял. Вот у нас нет пока компетенции, не наработались навыки правильно, грамотно с деньгами общаться. И вы, кстати, правильно подметили, сейчас очень высокая ключевая ставка. Соответственно, высокие ставки по кредитам. Хочется, но вот в такой ситуации я бы переждал бы. Ну, в конце концов, в конце концов, можно отложить какое-то суперпразднование на следующий год. На лето. Ну или на лето, да. Вот когда будет возможность подкопить и отпразднуйте Новый год в марте. Я, конечно, понимаю, что это такой совет, не очень понравится. Но, тем не менее, вы же берете кредит, а потом отдаете больше. Подкопите, вы меньше затратите. Да, находясь, в конце концов, в стесненных обстоятельствах, если уж нужно взять кредит, то можно уже, в конце концов, и не праздновать. Можно уж, в конце концов, я не знаю, поработать как-то, подзаработать. Ну, вот именно речь о тех самых компетенциях, о которых вы и говорили. Потому что люди, вместо того, чтобы сказать себе стоп, нет, они берут кредит. И вот Госдума, кстати говоря, именно против этого выступает. Против необдуманных кредитов потребительских в магазинах. Когда человек идет в магазин, за чем-нибудь, я не знаю, за хлебушком, а там, глядь, а там новенький телефон, а там в кредит, он думает, вот хочу, возьму. Возьму, тысячу рублей в месяц, да, да бог с ним. Ну, вот тоже ведь странное поведение, согласитесь. Да может, ему и не нужен этот телефон, у него есть другой, но он все равно возьмет. Вы знаете, вообще мы где-то процентов 20 своих покупок делаем на эмоциях. Кто бы мне что ни говорил. Мне очень часто говорят, Алексей, да вот ты просто не знаешь, какие маленькие зарплаты. Знаю. У меня самого была маленькая зарплата в какой-то момент. Но в то же время я знаю, что даже при маленькой зарплате я себе позволял какие-то эмоции. Если человек хочет вырваться из замкнутого круга, он это сделает. Он просто возьмет и постарается сам убрать эти эмоции. Например, не купит телефон в кредит. Совершенно верно. А давайте вот сейчас четко действительно разделим эти моменты. Это действительно крайне важно. Кредит от нужды, действительно, маленькая зарплата, не хватает на то, чтобы прожить, да. И кредит вот именно необдуманный, необоснованный, который, ну вот, они, их же действительно нужно разделить, потому что празднованный Нового года или новый телефон, это не необходимость. Да, это не обязательно. Это блажь. И ради этой блажи люди берут ведь кредиты. Вот в чем дело. Знаете, что интересно, вот даже если мы говорим, что человек мало зарабатывает, и он берет кредит, потому что у него необходимость, здесь тоже не совсем корректно так выражаться. Не совсем. Ну, конечно, потому что если человек берет кредит, он потом отдает больше, и если он может отдать больше, ёлки-палки, а зачем ты кредит берешь? Просто здесь, на самом деле, все упирается в две банальные вещи. Я просто очень не люблю быть банальным, но приходится. Первое, контролируя свои деньги. Ну, просто куда ты тратишь? Задавай себе каждый раз вопрос, а нужна ли мне эта вещь конкретно сейчас по этой цене? Все, вот этот вопрос, он очень сильно поможет. И второе, просто сесть и выписать, а что мне нужно будет в ближайшее время. Там, например, телефон через год поменять надо, там съездить в отпуск, там, не знаю, машину поменять у кого есть. Вот просто выписать цели. В идеале, конечно, выписать вперед до конца жизни, но хотя бы начать с трех-пятилетнего промежутка. И тогда будет видно, какому времени накопить на тот же самый телефон. Алексей Леонидович, а вот если так пофилософствовать немножко, а откуда у нас в России вообще взялась мода вот эта на кредиты? Ну, ведь это же не наша такая чистая история, это такая вот западная. Где, да, где, ну, изначально очень-очень много людей жили в кредит. Всю жизнь выплачивали за дом, там, или там, за квартиру. Ну, и сейчас так живут, да. И так сейчас живут. А почему у нас это так прижилось? Я знаю. Смотрите, вот я родился в Советском Союзе. Я прекрасно помню, как мы жили. У всех была примерно одинаковая зарплата, ну, условно, да, не было каких-то олигархов таких на всеобщее обозрение. У меня у отца была зарплата такая же, как пенсию бабушки, потому что у меня отец инженер. И получалось, что у нас, в принципе, кредитов не было, и все жили примерно одинаково. Но в 90-х годах мы сели, перед телевизором мы увидели огромное количество прекрасных, красивых, хороших фильмов. И, естественно, нам тоже захотелось так же. И, естественно, захотелось побыстрее. А так как мы перешли на рыночную экономику, то появились кредиты. И банк говорит, хочешь машину, пожалуйста, бери в кредит. Хочешь квартиру, бери в кредит. Хочешь самолет, я условно. Бери в кредит, хочешь часы и так далее. И, конечно, мы, елки-палки, там же так классно, вот это Санта-Барбара, там люди ходят такие веселые, на классных машинах с классными часами. И в бриллиантах. И в бриллиантах. Я помню этот сериал. По телевизору бабушка смотрела. И начали приобщаться к кредитам. А сейчас, ты сейчас, в текущий момент, хочешь себя чувствовать хорошо? Не отставать от тех, кто рядом, от этих, в всяких там соцсетях, от фотографий классных. Вот, бери кредит. Люди идут и берут. Потому что они хотят жить сегодня хорошо. Это прекрасно. Алексей Леонидович, ведь это получается замкнутый круг. Человек хочет не отставать от успешных и прекрасных, которые вокруг. А те сами набрали кредитов, чтобы выглядеть успешными и благополучными. И не отставать от других, которые вокруг. И они ведь друг друга загоняют непрерывно в эту кредитную кабалу. А где-то остановиться вот как? Это надо самому стать осознанным. Никто нас не научит этому. Да, кстати, сейчас, вот я честно скажу, да, сейчас потихонечку у нас финансовая грамотность, как я уже говорил, поднимается. И государство подключается. Я сам в программах Минфина по повышению финансового грамотности участвовал, ходил в школы, институты. И сейчас какие-то программы есть. Это вот как раз базовый кит знания. Но для того, чтобы ты эти знания нормально применял, ты должен стать осознанным сам. Ты должен к этому прийти. В следующих поколениях будет проще, потому что родители детей начинают учить. Но вот если про нас говорить, то нам надо сесть, задуматься и для себя прописать, что я хочу, как я хочу. Ну, Алексей Леонидович, вы же понимаете, что это далеко не каждый человек может сделать. Это сложно. Да, потому что, но все же мы знаем, что курить вредно. И все равно люди курят. Это, мне кажется, вот из той же серии. Ну, да, надо стать осознанным, надо себе сказать, все, я теперь решил делать так. Знаете, я видел огромное количество людей, которые говорят, нет, это невозможно, мы ничего не можем, вы не знаете, какие низкие зарплаты. И в то же время я видел огромное количество людей, которые говорят, как однажды я сказал себе, хватит, и начал подходить осознанно. Бюджет, считаю, прописывают цели, планы, бац, и деньги появляются. Откуда? Да потому что он не тратит на ненужное, он понимает, сколько и когда нужно скопить. Это банальность, но без этого никуда. Алексей Леонидович, к сожалению, я видел много людей, жалующихся на крайне низкие зарплаты с последней, на тот момент разговора, моделью айфона. Вот это вот вообще пугает, к сожалению. Давайте послушаем наших телезрителей. Ираида из Удмуртии, да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я не помню, уже, по-моему, в 21-м году, где-то в конце, перед Новым годом, я взяла кредит. Потом я заболела коронавирусом и часть выплатить не смогла. Мне, точнее, приставы нужно платить, я это все понимаю. Но дело в том, что с февраля 2023 года с меня начали высчитывать кредит 50%. У меня социальная пенсия. Это 6, ну, с копейками, скажем, с меня высчитывают каждый месяц. И вот на сегодняшний день, вот, в феврале уже будут два года, как я буду платить. У меня еще долгу 20 тысяч из 52. И я не могу никакой оправдой добиться. Все говорят, что так правильно, с вас так должны. Вы должны, вы должны платить. И еще, мало того, мне на юбилей брат послал денег 5 тысяч, и эти тоже сняли. Да, к сожалению, вот такая ситуация складывается. Ну, вот, смотрите, наши зрители очень много сообщений пишут. Оренбургская область. Когда приходишь оформлять карту в банк, операторы сразу не спрашивают, надо оно тебе или нет, оформляют кредитную карту, оправдывая свои действия тем, что она ведь бесплатная, пусть лежит. А это соблазн, и люди начинают пользоваться ей. И это кабала. Вот, собственно, вот это реклама потребительских кредитов. Вот это навязывание услуг, этих кредитных карт, и так далее, и так далее. Вот с чем, собственно, собирается бороться Дума. Как бы это могло бы реально помочь? Будет ли это действенно? Конечно, это будет действенно на какую-то небольшую часть людей. Но, на самом деле, все всегда упирается в осознанность конкретно взятого человека. Если человек рассуждает, что, а вот мне навязали, ну, к сожалению, он неосознанный. Ну, объективно. Ну, если, например, условно, я приду в банк, и мне скажут, Алексей, вот кредитная карта. Я откажусь, и они скажут, да нет, хорошая. Ну, если вы говорите, хорошая, тогда возьму. Ну, это получается, что я ведомый, мной кто-то управляет. Ребята, возьмите ответственность за свою жизнь, за себя. Вот и все. Но, к сожалению, получается, что не все это могут сделать. Есть, конечно, категории людей, которым это тяжело, ну, в силу каких-то причин. Люди пожилого возраста. Они уже просто физически, они не могут уже критически мыслить. Вот таким людям надо помогать, безусловно. Их надо защищать. Ну, я знаю вот эти поправки, которые будут вводить. Например, крупными буквами на рекламе будут писать, что нужно оценить свое финансовое состояние. Это правильно. Но, опять же, только осознанный человек эту фразу прочитает правильно и что-то сделает. Все равно мы упираемся в то, что человек отвечает сам. Сам за свои действия. Ну, согласитесь, что, конечно, человек отвечает сам. Но если это пожилой человек, допустим, да, и ему постоянно навязывают, навязывают, навязывают. Это вот на мужичке-то где-то отражается же все равно. Он говорит, ну... По телеку сказали. И пожилой человек, он не всегда может адекватно отделить рекламу от какой-то грамотной передачи. Он увидел рекламу и сказал, ой, по телеку сказали. Кстати, вот по поводу пожилых. Сейчас, я не помню, то ли ввели уже, то ли сейчас вводят. Но норма... Такое положение, что для пожилых людей, в принципе, это каждый человек может у себя через госслуги установить. Требуется подтверждение получения кредита там еще одним лицом. Со стороны третьего лица. Это очень правильно. Как раз для пожилых людей это очень правильно. И для тех, кто считает, что у него есть, скажем так, он в зоне риска. Потому что есть люди, которые осознают. Насколько я помню, эта норма пока только обсуждается. Ну вот это вот. Но норма полезная. Да, вот Алексей Леонидович, я зацеплюсь за ваши слова, сказанные чуть раньше, что в следующем поколении финансовая грамотность будет уже выше и будет попроще с кредитами. И вот здесь хотел бы поспорить, потому что в Соединенных Штатах Америки, вот в современных сейчас Соединенных Штатах Америки, задолженность по кредитным картам среди молодежи достигла исторического максимума. Это данные из самих Соединенных Штатах Америки. И что-то вот у них 300 лет капитализма и непрерывная финансовая грамотность не помогает. Закредитованы значительно хуже, чем мы. Ну Алексей Леонидович же сказал, что у нас больше финансово-грамотных людей, чем в Соединенных Штатах. У нас достаточно финансово-грамотных. Ну действительно, у нас есть ассоциация финансовых советников. Мы это мониторим. Плюс я еще в каких-то там госпрограммах участвую, там Минфиновских, Центробанка. Мы мониторим эту ситуацию. Действительно, мы достаточно финансово-грамотные. Осталось стать финансово-компетентными, а потом финансово-культурными. Это уже следующий такой уровень. По поводу Америки, да, безусловно, у них кредитование намного шире. Там все в кредит. И это, с одной стороны, неплохо, если ты понимаешь, что ты делаешь. Вот я не говорю, что кредит – это хорошо. Я говорю, что если ты понимаешь, то это еще нормально. Но, опять же, не значит, что надо на них равняться. Давайте будем лучше, например, в следующем поколении. А потом еще лучше, потом еще лучше. Вот то, что банки нашли способ выдавать деньги закредитованным клиентам, залог их машины. Да, они обошли Центробанку. Да, и увеличили они выдачу кредитов аж в пять раз, вот таким образом. Какие здесь риски? Я понимаю, что рисков много, но хотел вас попросить, чтобы вы обозначили. Человеку нужны деньги. Сейчас кредит брать, в принципе, очень опасно, потому что высокие ставки. Но он очень хочет отпраздновать Новый год. У него есть машина. Он пошел в банк, взял кредит, а машину завтра разбил. И все. 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 Это край. Он теперь должен постоянно этот кредит выплачивать. Угнали машину. Такая же история. Ну и плюс, в принципе, банк здесь, знаете как, банк, в принципе, он не рассчитывает на то, что он эту машину потом заберет как залог. Это просто все так оформлено. Там же, знаете, какая еще штука, что банки предлагают, ОСАГО оплатить подороже. Да, каска, каска дорогое взять. Да, да, да. Каска, каска дорогое взять. Да, да, все правильно, да. Опять же, а каска этой будет их страховой компании. Да, конечно. И здесь они еще тоже свой, скажем так, гешефт получат. Банки, я не скажу, что банки злодеи. Они просто капиталисты, как и все мы сейчас, но мы в такое время живем. Надо просто читать, надо понять, а нужен ли мне кредит, и внимательно читать договоры. И если нет возможности простроить дальнейшие возможные ситуации, ну, обратиться к юристу, например. У нас есть пара телефонных звонков. Елена из Петербурга. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Рада всех видеть и слышать. Я звоню вам из самого красивого города на земле. И, честно говоря, в общем, не понимаю вот этот ужасный ажиотаж вокруг этого вопроса. Мне 68 лет. Я всю жизнь отдала медицине. Моя пенсия 20 тысяч 500 рублей. Коммунальные платежи 12. У меня было желание не раз вот тоже залезть в долг. Но никогда я этому желанию не поддалась. Живу спокойно. Я считаю, что в мире много такого великолепного, прекрасного. Ну, товарищи, переключайтесь на что-нибудь, кроме материального. Елена, спасибо вам за телефонный звонок. И Татьяна из Москвы дозвонилась до нас. Татьяна, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы знаете, я вот сейчас слышала Елену перед собой вот звонок. Вы знаете, я с ней немножко, конечно, не согласна в этом плане. Вот я в 2019 году взяла кредит. А так как я пенсионерка, ну, и 5 лет еще работала после пенсии. И собралась такая, в общем-то, внушительная сумма. И думаю, куда бы мне их, как говорится, потратить. То есть мы как-то вроде собирали, как говорится, знаете, пенсионер на черный день. Подумала очень хорошо и решила взять кредит. Вот в 2019 году, правда, я взяла потребительский кредит под 17,5%. 200 тысяч я переплатила. Но я об этом не жалею. Я купила однокомнатную квартиру себе. И сейчас живу припеваючи. И дочь с внуком живет отдельно. И я отдельно. Так что, собственно говоря, вы знаете, хоть эти деньги я переплатила 200 тысяч, но я довольна, что так все получилось. Тем более, квартиры тогда дорожали. Вот сейчас бы я ее не купила уже точно. Татьяна, слава богу, что так получилось. Мне по возрасту не давали. А вот потребительский я взяла тогда вот кредит. Ну и все выплатила вовремя. По 15 тысяч платила каждый месяц. Так что я очень довольна. И не жалею об этом. Ну все, спасибо. Спасибо вам за телефонный звонок, Алексей Леонидович. Ну вот смотрите, мы обсудили, да, что брать кредиты от нужды, это по большому счету зло. Потому что, ну, отдавать-то надо. Если так в нужде, то последние штаны и отдашь, да. Брать кредиты как блажь, просто от желания хорошей жизни, получается, тоже зло. А тем не менее, кредитование, это же кровь рыночной экономики. Ну хорошо, все кредиты зло. И какую тогда, извините, экономику нам дальше строить? Ну мы же вот сейчас, когда с вами общаемся, мы говорим исключительно про потребительские кредиты обычных граждан. А кредит берет бизнес для того, чтобы выпустить новый товар. Он этого просто, он его не выпустит, если не возьмет кредит. То есть кредитование как таковое, оно как раз двигает экономику. И каждый человек, когда берет кредит, он должен оценивать. Вот, например, Татьяна, да, второй раз говорила. Она, вот у нее очень классная ситуация. Она взяла квартиру в тот момент, когда они еще, цена не поднялась. Сейчас бы она этого бы не сделала. И получается, что у нее, для нее кредит этот был абсолютно оправдан. А если бы, например, Татьяна взяла бы кредит на поездку на Мальдивы, я условно, да, то вот это вопрос, а нужно ли, нужно считать, нужно каждый кредит считать. Нельзя вот сказать, что все кредиты плохо или все кредиты хорошо. Нет, надо считать. Но с другой стороны, все-таки, извините, я подчеркну еще раз, что заранее продумать, что надо будет купить, это поможет не брать ненужные кредиты. Ну вот смотрите, мы с вами говорили о том, что сейчас запредельные, такие запретительные ставки по кредитам, ну в банках. Правильно, именно запретительные, да. Да, и получается, что тут, в общем-то, если человеку нужна не сильно большая сумма, тут выходят опять микрофинансовые организации. Если человек, опять же, закредитован, но у него нет машины, он идет куда? В микрофинансовую организацию. Вот там тоже ситуация очень нехорошая, пытаются их регулировать, естественно, их работу, но как-то не очень получается. Если в Москве это такая большая проблема с количеством микрофинансовых организаций, то в небольших городах за пределами Москвы, за пределами Санкт-Петербурга, допустим, то они просто вот на одной улице, их может быть штук 10 подряд. Как с этим быть? Вот вы задали вопрос, на который я не могу ответить. Регулировать их жестко, но все равно они находят возможности. Они же не делают никакой незаконной деятельности, они не ведут. Они просто берут человека и говорят, мы тебе в любом случае дадим кредит, только под огромные проценты. Ты возьмешь у нас сейчас 10 тысяч, а отдашь нам 30 тысяч. Это огромные проценты. И получается такая история, что человек, которому сейчас хочется купить хлеба, который не продумал, что надо поменьше потреблять, это очень неприятная вещь сейчас говорю, я прекрасно понимаю, что людям неприятно это слышать, но тем не менее. Он ничего не продумал и идет к этим микрофинансовым организациям, те ему дают. Здесь ничего, опять же, поднимать финансовую компетентность. С финансовой грамотностью разобрались, финансовую компетентность поднимать. Ну вот смотрите, пару сообщений прочту. Зачем брать кредит, это из Новосибирской области, он такой шуточный, на Новый год. Можно все взять в частном магазине в долг и отдать через 3 месяца. Или не отдать вообще, у нас в селе все так делают. Вот, ну это такая шутка. И из Ленинградской области, такое философское, истинная свобода это разумное самоограничение. Согласна? Да, да, разумное самоограничение. Истинная, ну то, что истинная свобода, не знаю, но то, что это свобода, если ты сам принял решение и сделал это, значит ты свободен, если ты сам принял решение. И, ну да, да, конечно. Ну что ж, давайте подведем итоги опроса. В самом начале мы спрашивали у вас, жалеете ли вы, жалеели ли когда-либо о взятом кредите. Так вот, 57% наших телезрителей жалели, а нет, ответили, 43% телезрителей. Алексей Родин был с нами в студии, экономист, финансовый советник. Алексей Леонидович, спасибо большое. Приходите к нам еще. Спасибо. Ну а мы вернемся буквально через минутку и будем обсуждать искусственный интеллект, который все глубже проникает в нашу жизнь. Продолжение следует...